Всем хайку дорогие друзья, с вами как всегда я Десс и сегодня мы будем играть визуальную навалу в заповеднике Зелери. Ну, собственно, если к сути, то поиграть я в неё решил именно по той причине, что на неё недавно вышла озвучка. Так-то игра сама вышла где-то в начале этого года, в январе месяце, по-моему. Поиграла в неё довольно быстро, потому что она не сильно долгая, но при этом довольно интересная. Также к ней, по идее, сейчас к Хэллоуину вышло ещё дополнение, которое я, кстати, не играл, но надеюсь, что нота прикольная. А вот, озвучили ли они всю игру? Это вопрос. По их заявлениям, да. Насчёт дополнения я не уверен, но давайте пройдём хотя бы основную игру, хотя бы каким-то образом, в том плане, что не будем зацикливаться на каких-то ветках прохождения. Короче говоря, озвучивать я буду только то, что думает кланальный персонаж. Всё остальное в игре озвучено. Также мои комментарии будут по поводу происходящего. В общем, надеюсь, вам понравится. Ну что, друзья, поехали. Герой. Звучит круто, но какой смысл быть для кого-то героем? Слишком уж относительное понятие. Герой или тот, кто защитил жертву уличного нападения? Ну, наверное. А тот, кто спас заложников из лап террористов? Определённо. А станешь ли героем, пожертвовав своё сердце близкому человеку для трансплантации? Вполне возможно. Но, увы, в жизни вещи зачастую не такие, какими кажутся на первый взгляд. Господин генерал, доклад об испытании телепорта готов. Судя по вашему голосу, ничего хорошего вы мне сообщить не планируете. Верно? А... в некотором роде. Коротко и ясно. Изложите суть. Успех или провал? Я бы не назвал это провалом. Нам удалось расщепить тело и отправить его. Где испытуемый? Трудно сказать. Вы угробили одного из наших лучших бойцов, а теперь вам всего лишь трудно сказать? Он не обязательно мёртв. Но мы не можем гарантировать и того, что он жив. Если верить нашим данным, то резкий выброс энергии, повредивший оборудование и травмировавший одного из сотрудников, как раз и был... эм... сигналом об удачном скачке. Если скачок был удачный, что появилось в пункте 34? Ничего. Вторая станция телепортации никак не среагировала на события первой. Испытуемый не появился в запланированной точке. И в данный момент могу с уверенностью сказать, что на Земле его нет. Маяки на экипировке МАКС-17 весьма мощные. Даже если бы он оказался в глубине океана или на орбите, его бы засекли наши станции слежения или спутники. Просто блеск. И в какой части... галактики или вообще вселенной вы собрались его искать? Поисков не будет. Официальный эксперимент признан неудачным. Вот видеоотчет об испытании. Вы сможете сейчас все увидеть собственными глазами. Аппарат включен. Испытуемый МАКС-17. Экипировка стандартный летний комплект. Вооружение стандартное. Испытуемый адекватен. Агрессии или страха не проявляет. Несколько взволнован. Жалоб на самочувствие нет. Желание отказаться от эксперимента не выражал. Поступил приказ на старт. Испытуемому по громкой связи дана команда двигаться в портал. Испытуемый спокоен. Решителен. Дрожи в конечностях не зафиксированы. Жизненные показатели в норме. Легкая тахикардия. Перед началом движения отслютовал на камеру. Система телепортации работает в штатном режиме. Заданная точка перехода пункт 34 на восточной границе. Испытуемый МАК-17 вступил в контакт с порталом. Перегрузок и нештатных ситуаций не наблюдается. Квантовый скачок завершится через... Три... Две... Одно. Вот. Теперь вы сами все увидели. Знал я, что не стоило подписывать его рапорт. Надо было к вам не о чем какого-нибудь доходегу отправить. Знали ведь, что шансы успеха порядка 13%. Ни экипировки ему не выделили нормальной, ни инструктажа не провели. Ничего. Наверху, видимо, и считали его смертником. Его последнее желание, которое мы по условиям контракта должны выполнить. Где оно? Там же. Изложено в файле на планшете. Он просит вылечить его отца. Сам он не мог оплатить лечение. Полагаю, это и было его основным мотивом. Уже не важно. Мы займемся этим, не переживайте. Я вас понял. Свободны. Тихо. Пусто. Ничего не видно. Я ничего не чувствую. Сонный паралич. Но я, кажется, не спал. Что-то касается моего пальца, словно маленькие коготки и аккуратно дотрагиваются до подушечки мизинца. Царапается. Эй, человек. Макс, просыпайся. Что? Откуда этот голос? Он звучит прямо у меня в голове. Он зовет меня по имени. Макс, глаза открой. Чего валяешься? Туша, алло. Ты же живой. Что ему от меня надо? Кто это вообще? Туша, очнись, кому сказал. Ввалился ко мне в дару, чуть не раздавил меня. Зараза ты эдакая. Что он себе позволяет? Да, хомяк определенно охренел. Кто-то маленький побежал по руке и, кажется, сел мне куда-то в район шеи. Значит, я лежу, но хоть что-то понял. О, хомяк. Фиолетовый. Начинулся таки. Хомячок. Галлюцинация? Ну, ничего страшного. Лучше такая, чем чудище какое-нибудь. Все же после телепортации могло и, что похуже, привидится. Я не хомяк. Меня зовут Хамки. Я солонганец, глухомань ты. Хомячок, а ты чего такой грубый? Сидишь на мне, хамишь. Я не хомяк. Я солонганец. А ты чмо. Чудом материализовавшийся организм. Это я сейчас на тебе сижу. А когда ты появился у меня в норе, ты сам меня чуть не раздавил. Ты вон какой крупный, да еще и с рюкзаком. Радуйся, что целиком поместился в нору. Будь иначе, голова могла и в другом месте материализоваться. Если я правильно оценил твою физиологию, это сделало бы тебя куда менее живым, чем обычно. В любом случае, нора перенесла нас обоих сюда. Погреемся на солнышке, поговорим. Пока ты в отрубе лежал, я уже успел у тебя в мозгах поковыряться и кое-что понять. Масюк, а ты забавный. Какой Масюк? Макс, ты сбрендил? Масюк, ты помнишь, когда я был маленький, я покрасил тебя фиолетовой гуашью и сфотографировал, а ты прятался. Мама с папой меня потом сильно отругали, а тебя потом целый час отмывали. Вот бывает же. 17 лет прошло, а вот так подсознание мне напомнило о тебе. Ай, что ты? Зачем ты мне вмазал? Достал ты меня. Понял теперь, что я не галлюцинация, не Масюк и не хомяк. Я хамки. Назверев, я схватил его за шкирку и стащил с плеча. Выкинуть хомяка в реку или просто отругать. Блин, я вот даже не знаю. Было бы смешно, наверное, посмотреть, что будет, если выкинуть его в реку. Хе-хе-хе-хе. Исчезнет дрянь мелкая. Размахнулся и запустил хомяка в речку. Ммм, Гринпис негодует. Хе-хе-хе. Что-то тут не то. Описав в воздухе дугу и грязно выругавшись в полете, фиолетовый зверь буквально приземлился на лапы прямиком на водную гладь. Погрозил мне кулаком, показал фак, после чего развернулся и пешком по воде пошел к противоположному берегу. Не веря глазам, я рефлекторно вскочил на ноги, но... Итак, мы его в прошлый раз выкинули, но что будет, если просто его отругать? Хомяк, скотина ты эдакая. Может, хватит надо мной издеваться? Я еще в себя после телепортации не пришел. Я рефлекторно вскочил на ноги, но перед глазами все поплыло и... Макс! Макс, просыпайся! Макс, тебя кажется сейчас будут кушать! Макс! Что происходит? Я голый? Взгляд сфокусировался, и я понял, что лежу на земле совершенно голый, а мои руки и ноги связаны и примотаны к длинной толстой палке. Рядом со мной возилась целая толпа похожих на людей существ. Что-то бормочая друг к другу, периодически переходя на крик, они толкаясь, кричали и плясали, иногда воздевая руки за... К затянутому тучам и небу. Несколько этих ребят локлись поблизости, разводя костер. Чуть поодаль валялся мой рюкзак, и часть его содержимого моя одежда, и там же, прислонившись к дереву, полусидел, истекая кровью один из этих дикарей. Точно между глаз у него красовалась дыра от пули. Умничка сообразил, как пистолетом пользоваться. Видимо, поэтому его товарищи не стали дальше потрошить мои пожитки. Побоялись, пытался вырваться. Это бесполезно. Нечто похожее на пеньковую веревку, скрученную сложным узлом. Сковало меня похуже пластиковых наручников. Эту штуку явно украли у кого-то более развитого. Говорить эти ребята, может, и не умеют, зато узлы вязать наловчились, а руками такой не размять. Зубами я его тоже не развяжу. Тело почти не слушается, я весь затек. Плохо дело. Да, ребята однозначно какие-то злые. Хамки возник словно из ниоткуда. Вновь оказавшись возле меня. Макс! Беда! Эти приматы тупые. Кроме прочего, они меня не видят. Я сделал запрос наре. Общее сканирование показало, что за прошедшее время местная фауна претерпела огромные изменения. Похоже, что их глаза или мозг изменились. Не знаю точно, но факт налицо. Они меня не видят. Может, потому что они слепошарые идиоты, но, скорее всего, из-за моего сильного псионного фона. Он скрывает меня от их восприятия. Что мне делать-то теперь? По-твоему, это беда? Не то, что из меня хотят сделать кабанчика на вертеле, а то, что никто не оценит, как ты щеголяешь мохнатой фиолетовой задницей. Ну да, признаю. У тебя тоже есть некоторые трудности. Сделай что-нибудь. Перегрызи веревки, в конце концов. А дурел? Я тебе портовая крыса, что ли, веревки грызть? Хотя бы попробуй развязать мне руки своими лапами, пожалуйста. А, какой же ты беспомощный. Еле ходишь, в обмороке падаешь. Ты вроде умнее этих приматов, а толку все равно никакого. Может, ты тоже глуп, как телега? И тебе просто повезло, что ты меня видишь? Я думал, ты разумная форма. Хомяк, мать твою за ногу! Я не хомяк! Хомки, ты поможешь мне или нет? Ну, сейчас, сейчас. Все-таки, если тебя съедят, мне не с кем будет поговорить по пути. Охренеть, аргументация. Канге запрыгнул на палку, неспешно на задних лапках подошел к узлу и... Надеюсь, он справится с веревками. Я даже не успел заметить, откуда она появилась. Разваловшая девушка будто возникла посреди толпы людоедов, и в тот же миг ко мне подкатились две отрезанные головы. Надо признать, что мои потенциальные убийцы тоже среагировали быстро. Кто с ножом, кто с камнем, а кто с дубиной. Они дружно бросились к ней. С астой скоростью пропеллера размахивая двумя клинками, девушка, казалось, чувствовала себя в гуще боя совершенно спокойно. Ее красивое лицо не выражало никаких эмоций. Движения были короткими и точными. Взмахи руки и очередной ледоед с поротым брюхом оседает на землю. Резкий мах ногой и жертва с перебитым шейным мешком падает в траву. Даже моей тренированной реакции этого хватает, чтобы уследить за ее движениями. Я смотрю на происходящее как завороженный. Ее бой с полутора десятками этих приматов не сражение, резня. Грациозная, красивая, но все же резня. Против развала сейфурии у них нет ни шанса. Не могу оторвать взгляд от почти закончившейся бойни. Что-то непередаваемое, завораживающее и возбуждающее есть в этом прекрасном зверином танце смерти. Смотрю за девушкой как заколдованный. Ее льзяное спокойствие, четкие движения, клинками, тонкая талия, изящный хвост. Хвост? Быть не может, у нее в самом деле кожащий уши и хвост. Она не человек. Значит, ее реакция и силы удара все это в ней есть изначально. Она тренированный убийца скорее, перерожденный хищник. Черт, о чем я вообще думаю? Макс, ты убегать собираешься? Или я зря старался? Посмотрел на свое запястье, веревка словно пережженная чем-то. Свободно болталась на руках. Перевел взгляд на ноги, тоже свободный. Похоже, я так затек, что даже не ощутил момент, когда пуды исчезли. Хамки, спасибо, я... Поздно. Ты очень медленный для бойца элитного подразделения. Он махнул лапой вперед. Я поднял глаза и встретился взглядом с ней. Макс, тебе конец. Пожалуй, исследовать планету мне все-таки придется одному. Жиза, тучь, закатное солнце осветило стоящую рядом со мной охотницу. Не отрывая от нее взгляды, я оценил ситуацию. Хамки избавил меня от веревок, но тело толком не слушалось. А пистолет в нескольких шагах посади девушки. В рукопашную сражаться с ней бесполезняк. Убежать в таком состоянии я тоже вряд ли смогу. Видел ее силу и скорость. Я захотел заговорить, но хищный взгляд лишил меня дара речи. А пиногу грудь заставил откатиться. Недва шевелеватными конечностями я неуклюжо поднялся на ноги, не спуская глаз с охотницы. Хм... Но ведь она чертовски хороша собой. Черт, нашел же время слюни пускать. Ох, а ты симпатичный. Светлая кожа, крепкие руки и тело. Ты мне определенно подходишь. Она смирила меня взглядом, на миг остановившись в рейоне пояса. Да и там у тебя все в порядке, я смотрю. Это тоже может пригодиться. Да, охота определенно удалась. Такой раб мне точно подойдет. Будем знакомы. Меня зовут Лика, а тебя зелериц. Что, прости? Я не... Снова удар в грудь. Что я такого сказал? Ты взбесилась? Лицо Лики вдруг оказалось прямо перед моим, а ее шипение заставило покрыться мурашками от неожиданности. Еще одно слово, и ты мертвец. Я спасла тебя по одной причине. Ты мне нужен. Ты мой трофей. Двое моих рабов умерли несколько дней назад, и оставшиеся не справляются с работой. Ты молод и силен. Даже один сможешь заменить их. Но ты не настолько ценен, чтобы я не прирезала тебя на месте, если скажешь мне еще хоть слово поперек. Спрашиваю последний раз. Как твое имя, зелериец? Макс. Меня зовут Макс. Но я не зелериец. Это не важно. Потом, если мне станет скучно по дороге, расскажешь о себе. А сейчас пошли. Если попытаешься сбежать, надену ошейник и пойдешь пристегнутым. Вот это поворот. Похоже, она всерьез решила сделать меня своим рабом. Можно я хотя бы оденусь? Вон там мои сапоги и штаны с майкой. Я сейчас возьму. Сидеть. Лика в два быстрых шага подошла к дереву, и вся в мою одежду кинула мне под ноги. Может, она и зверь, но опасность остальных вещей явно смогла оценить по трупу людоеда. Давай скорей. И без резких движений, если жить хочешь. На ватных ногах я встаю и буквально ныряю в свою форму. Такой скоростью даже мой тренер по строевой подготовке мог бы гордиться. Ой, сейчас обстоятельства чуть иные. Живее, Макс! Или ты не готов мне подчиниться? Ну и дальше у нас есть несколько вариантов развития событий. Конечно нет, сука-то эдакая. Попытаться рвануть к лежащему дереву пистолету. Я рискорвалнулся в сторону, рассчитывая в один кувырок добраться до пистолета. Но затекшее тело дало мне лишь неоклюже шатнуться. Хищницы этого хватило, чтобы действовать наверняка. Удар, и рукоять ее клинка уже торчит у меня из груди. Черт. Мне конец. Геройствовать, будучи полупарализованным, не лучшая идея. Как и обижать зверушек. Увы, в заключении мы вынуждены расстроить вас. Наши дорогие читатели, этот чудесный мир, полный вкусной пищи, плотских утех, кровавого веселья и жирного троллинга, лишь наваждение. Всевозможные совпадения с этой и еще несколькими параллельными реальностями случайны. События персонажей и их вопли не несут в себе оскорблений кого-либо и чего-либо, не призванные к чему-то, а сами персонажи совершеннолетние, 21 год и старше. А вообще нарисованные. Сцены насилия постановочные, никто из участников не пострадал, кроме Ханки. Еда тоже была постановкой, и после сцен с пищей он падал в обморок. На самом деле, все произошедшее в игре лишь сон древнего фиолетового существа, которое сейчас спит у себя в норе и весьма забавно дергает лапкой. Спокойной ему ночи и новых снов. Будем ждать их. До встречи в новом сне. Сейчас, сейчас, буквально несколько секунд сдаться. В таком состоянии я с ней не справлюсь. Похоже, выбор у меня невелик. Хорошо, не злись. Я пойду с тобой. Только ноги слишком затекли, чтобы идти быстро. Мы не торопимся. Вперед. Увы. Мое знакомство с новым миром закончилось, едва начавшись. После встречи с Ликой, планета для меня замкнулась в небольшом ущелье, где располагалась ее пещера. Вместе с двумя зерелицами мы ухаживали за ее жилищем, готовили для нее еду, возделывали несколько разрозненных участков земли в долине у подножья гор. Я хотел сбежать, но другие рабы объяснили мне, что территория у Мари, так называется этот вид, слишком опасна. Увидев раба вне территории хозяина, его однозначно убьют другие люди-кошки. Никто и никогда не выбирался отсюда живым. Что ж, по крайней мере мне, в отличие от остальных, иногда перебладает немного ласки. У Мари явно дефицит мужчин. Хоть что-то хорошее. Но при столь скудной кормежке, что мне достается, при изматывающих нагрузках долго я все равно не протяну. А при силе этих тварей выхода у меня уже нет. Пришлось смириться с судьбой. Иногда я думаю, может, зря я того хомяка выкинул. Он местный. Может, его знания могли мне помочь? Блин. Ну, рабом я ее точно быть особо не хочу. Давайте попробуем договориться. Ее глаза подразительно сузились, а правая рука потянулась к клинку. Хамки, какого черта? Что ей от меня надо? Она у Мари, похоже. Получается, они неплохо эволюционировали с момента исхода. Лега слова возникла рядом со мной и схватила за шею, подняла в воздух, как пушинку. Ты же говорил, саланганцы, хамки. Вдруг стальная хватка слабо оставив меня рухнуть на траву, а Лега с гримасой ужаса на лице отшатнулась от меня. Саланган? Ты сказал саланган? А второе слово ты сказал хамки? Ее голос дважды сорвался на виск, а сама она начала мелко дрожать. Помнят нас еще. Хамки, о чем ты? С кем ты разговариваешь? Ты видишь его? Макс! С хомяком, фиолетовым таким. Ах да, ты же его не видишь. Я не хомяк! Я беру взгляд на хамки и в этот миг меня словно ударило током. На пару секунд я буквально увидел себя со стороны. Ай, что это было? Я вас немного коротнул. Она увидела мир твоими глазами, а ты ее. Это значит, что она увидела и меня. Обернулся от прежней спокойной и уверенной лики не осталось и следа. Она стояла на коленях и пытаясь унять дрожь теле и животный в ужас в глазах смотрела на меня. Макс, кажется, я только что решил все твои проблемы. Учись, салага. Макс, я... прости, я не знала, что ты его посланник. Умоляю, прими мои мольбы о прощении. Я... я, как и любая у Марии, готова вечно служить тебе о глаз Салангана. Лика стояла на коленях, протягивая мне свой кинжал и ручку поводка, ошейник, которого она успела нацепить на себя. Мой необдуманный поступок покрыл меня несмываемым позором. Я не узнала тебя и угрожала расправой. Как знак раскаяния, я отдаю тебе всю себя. Отныне я твоя. Твой щит и твой меч, твой голос и твоя воля. Отныне и до моей смерти. Прими меня, как свою рабыню, если великодушно простишь меня. Если же нет, убей. Пусть гибель станет моим искуплением. Она чуть склонила голову и застыла в такой позе, ожидая, похоже, моего решения. Позволю себе краткий ликбез. Она у Мари. Этот скот мы хотели создать как прислугу, но они получились генетически коряпыми. Некорректный жизненный цикл, половой дисбаланс новорожденных, крайнее скудаумие, отсутствие аналитических способностей, фанатичная преданность моему виду. Хотя последнее скорее достоинство. Короче, на момент исхода у Мари так и не были доведены нами до приемлемого состояния. Мы решили не уничтожать имеющиеся экземпляры, поэтому просто выпустили их в лесу на поверхности планеты рядом с лабораторией, где их выводили. Думали, они сами помрут. Как ни странно, не померли. И более того, изменились. Они теперь тоже не видят меня, хотя раньше такой проблемы не было. Вообще, обычно создаваемые нами существа генетически стабильны, но у Мари явно эволюционировали. И, кажись, изрядно поумнели, хотя фанатичности не растеряли. Но если она тебя не видит, то как может поклоняться и откуда знает твое имя или вас всех хамками зовут? Сдурел? У тебя что, вся земля Максами заселена? Нет? И у меня с тезками не густа. И я же сказал, раньше видели. Когда мои сородичи ушли, а я в одиночестве шастал по планете, то какое-то время кормил этих у Мари. Но когда решил впасть в спячку, обидно стало. Я для них старался, а они меня забудут скоро. Много-много миллионов лет тому назад брошенные после исхода у Мари через считанные дни столкнулись с проблемой голода. И я сочувствовал себе неуютно при мысли, что мои собратья просто бросили их умирать. В природе Солангана этим недоделанным существам нет места. Отсутствовали подходящие звенья пищевой цепочки, чтобы они могли в нее встроиться, как виду им уготована скорая смерть. В общем, к счастью, у меня завалялся старый булкогенератор. Задача. Яблоневый сад 200 деревьев в пропорции плода определить относительно у Мари. Выполнять, если правильно помню, полдня хватит, чтобы его вырастить и получить урожай. Кристалл очень старый и хотя бы сработал. Постепенно у Мари освоились собирательства, приловчились к охоте и появился шанс пусть и мизерный, что их вид сможет выжить. Я поклялся себе, что больше никак не буду вмешиваться в их жизнь, что не повлияло на ход их истории. Но уф, получилось месяц спустя. Ну вашу же мать! чертова каменюка, слишком великая, куда бы она не рухнула, на сотни километров вокруг все будет уничтожено. Апостол выключен, да и не на такие мелочи он рассчитан. Пси-боли защитит меня, но Мари обречены. Я не должен вмешиваться, это их судьба, это воля самого космоса. Я не буду вмешиваться, прощайте, простите, я не... Да плевать на судьбу! Я спасу Мария телекинезом, остановив метеорит, а они окончательно уверялись в моей божественности, тогда мне пришла в голову идея поставить им на память стереограмму имени себя. Да вот так метеорит этот непростым оказался. Вот и установил на выходе из лаборатории свою стереограмму с ксенатписью «Здесь был великий, добрый и щедрый Ханки». Такая стереограмма держит заряд почти вечно, и любому, кто посмотрит на нее, посылает в мозг сигнал с заложенной информацией. Вот и запомнили меня. Раз ты со мной общаться можешь, логично, что тебя приняли за моего посланника. Согласись, неплохую должность ты себе закреб, едва посвалившись в этот мир. То есть она реально считает меня своим хозяином? Если бы твои уши были соединены с мозгом более надежно, ты бы понял это по ее первой фразе. Хомяк, ты можешь не говорить ерунды хотя бы пять минут к ряду? Что мне с ней делать? Я не хомяк. Это раз. Я серьезен, как и всегда. Это два. А что делать, сам решай. Но отмечу еще один момент. Для меня практически очевидно, что телепортация была неполной, и содержимое твоей черепной коробки переместилась отнюдь не на Саланган. Будь иначе, ты не орал бы как ошпаренный на весь лес. Ведь я воспринимаю в первую очередь твои мысли, поскольку они направлены мне. Как и мою речь, слышишь лишь ты, поскольку я направляю свои мысли тебе в рамки. Если Умари с благоговением воспримет любое твое действие, хоть с гулом задом тут кан-кан пляши, то другие обитатели Салангана скорее всего сочтут тебя опасным психом, который сам с собой общается на весьма повышенных тонах. Коша, дерьма, на меня еще ни один хомяк не выливал. Да и вообще раньше со мной хомяки не разговаривали. Так, у нас появилось несколько интересных вещей. Во-первых, досье про нас. Имя наше Макс, раса человек. Полмужская ориентация гетеро, возраст 22 года, родился 15 сентября, рост 85 сантиметров, вес 93 килограмма. Тет глаз голубый и цвет волос брюнет. На момент начала игры не девственник. Знание о мире. О Салангаре не знает вообще ничего. На земле обычный и достаточно аполитичный молодой человек. Известные проблемы. Он оказался в чужом мире без видимых шансов выбраться обратно. Денег нет, жрать нечего, жить тоже негде. Ничего не знает. Нужно как-то обустраиваться, используя все доступные способы и окружающих существ. Булкогенератор. Общее жаргонное название энергетических кристаллов, созданных для управления биоритмами растений, в первую очередь сельскохозяйственных культур. Будучи корректно настроенным, этот кристалл, направленный на патрулирование полей, позволяет снимать несколько сотен урожаев в год вместо стандартных одного-двух. Может работать в режиме промышленный, применяясь на крупных фермах и индивидуальной голосовой настройки при использовании кристалла в личных целях. Известный баг, будучи настроенным неправильно, рождал на свет сущих чудовищ, зная это и приняв во внимание свою природную невнимательность, слонганцы всегда обдумывали свои сельскохозяйственные плантации, оборудовали напалмовыми огнеметами для устранения некорректно выращенной и агрессивной продукции. Умари эта раса похожа на зелирийцев, но имеющая уши другого типа и пушистый хвост. Их отличительная черта невообразимая для людей физическая сила. Солонганцы хотели себе слуг с параметрами к ним самим в прошлом и хотели видеть их живыми памятниками своим былым габаритом и силе. В ином момент исхода умари были еще недоделаны просто животные. Слишком глупые, чтобы воспринимать хоть какие-то бытовые команды. Их бросили, справедливо решив, что, скорее всего, они вскоре вымрут. Солонганцы никогда не отличались добродушием и эмпатией к представителям других видов. Но те сумели выжить, и пусть их народ малочисленен, они основали свое государство Теократию Мари и живут там, почитая салонганцев за богов, которые однажды вернутся к ним. Как и зелирийцы, не видят существ с сильным псионным фоном, отчего Хамки для них невидим. Поскольку являются расой первоисточником, сохранили генетическую способность воспринимать структурированную речь других существ. Вот такие вот дела. Тем не менее, в основном он прав, Лика действительно готова внимать каждому моему слову. И она слышала все мои панические вопли. Черт, общение с Хамки впрямь лучше переводить в режим телепатии. Бррр, ну и дела. В любом случае, мне нужно решить, как поступить со своей новоиспеченной рабыней. Нужна ли мне такая спутница? Что, если Хамки ошибается, и это подобострастие лишь притворство, она слишком опасна взять кинжал и убить Лику. Хоть руки еще толком и не слушаются, но сил взять кинжал и резко воткнуть его в грудь девушки у меня хватает. Ее глаза на миг округляются, зубы непроизвольно до скрипа стискиваются от боли. Я прощена. Она медленно опускается на землю, рефлекторно вытаскивая кинжал у себя из груди, а лежа на земле она чуть дергается и я встречаюсь взглядом с ее затуманивающимся взором. Я ведь прощена. Я ведь тихий вздох сопровождается хрипом распространяющегося распоротого легкого и зеленые глаза гаснут навсегда. С минуты я жду рядом с недвижно лежащей девушкой, чтобы убедиться, что она мертва. Хозяев это предосторожность излишняя. Огромная лужа крови красноречиво говорит, что дело сделано. Макс, ты жестокое ничтожество. Что, прости? Ты глуп и агрессивен. Хотя сперва у меня создалось другое впечатление. Напрасно, видимо. Мог бы хотя бы успокоить ее фразой «ты прощена перед смертью». Риско встаю, собираюсь заняться сборами, но в глазах снова все плывет, и я неуклюже плюхаюсь на землю. Уже в следующее мгновение Хомяк опять оказывается у меня на правом плече. Она уже не представляет опасности отпустить. Лика, я не держу на тебя зла, не бойся. Встань и сними с себя ошейник с поводком, это лишнее. Ты свободна. Девушка буквально просияла. Она встала на ноги, убрала в нужное оружие, отцепив поводок, вновь повесила его на пояс. Ошейник я не сниму. Это знак того, что я твоя. Свобода мне больше не нужна. Служить посланцу Салангана, его глазу, высшее счастье. Какие будут приказы, хозяин? Эм, Макс, зови меня просто Макс, хорошо? Мне по имени все же привычнее. Как скажешь, Макс, что мы будем сейчас делать? Эм... Она мне точно пригодится взять в руки поводок. Ладно, давайте возьмем ее с собой. Мало ли что, мир-то мы не знаем, вдруг нам пригодится. Лика, я не держу на тебя зла, не бойся. Встань и сними с себя ошейник с поводком это лишнее. Хватит твоей клятвы верности. Девушка буквально просияла. Она встала на ноги, убрала в ножное оружие и, отцепив поводок, вновь повесила его на пояс. Ошейник я не сниму. Это знак того, что я твоя. Какие будут приказы, хозяин? Эм... Макс, зови меня просто Макс, хорошо? Мне по имени все же привычнее. Как скажешь, Макс, что мы будем сейчас делать? Эм... Всем мучить надо. Что-то ты зеленоватый стал, отдышался бы еще. Провь ее за водой вверх по течению реки. Пока она бегает туда-сюда, сможешь немного собраться с мыслями и вещи собрать. И то верно. Лика. Я слушаю. Не могла бы ты набрать воды? Впереди долгая дорога. Только здесь вода грязная, вон сколько крови людоедов туда натекло. Поднимись вверх по течению на пару километров. Но перед этим собери мои вещи по всей поляне, пожалуйста, и принеси мне. Только будь аккуратна, многие из них смертельно опасны. Поняла. Лика рванула в сторону и уже через полминуты рядом со мной возвышалась гора экипировки и оружия. Готово. Я пошла за водой. Но кинув поляну взглядом и видимо убедившись, что ничего извещения не пропустило, Лика выдвинулась откуда-то из-за пояса мешок и с тонкой кожей и со всех ног помчалась вдоль реки. Вот это скорость. Риск встал собираясь заняться сборами, но в глазах снова все плывет. А я неуклюже плюхаюсь на землю. Уже в следующем мгновении Хомяк опять оказывается у меня на правом плече. Ты бы так не подпрыгивал. Телепортация на дерьмовых устройствах процесс весьма тяжелый для организма. Несколько минут я просто сидел, уставившись в одну точку и пытаясь немного успокоиться. Увы, колокотавший адреналин унять было не так-то просто. Все произошедшее с момента, когда я впервые открыл глаза после перемещения казалось всего лишь дурным сном. События, в котором не слилось со скоростью истребителя, не давали маломальски оценить реальность происходящего. Но сейчас, немного придя в себя и чуть успокоившись, был вынужден признать, что все куда хуже, чем сперва показалось. Все это действительно происходит наяву. И вещающие мне в мозг фиолетовый хомяк, и людоеды, и эта миленькая девушка с косячьими ушами и хвостом, признавшая меня хозяином. Телепорт сработал, а значит, либо я все же совершенно и бесповоротно сошел с ума и застрял в собственных грезах, либо... Ты в дерьме. Что? Ты в дерьме. Если еще не понял, я могу слышать твои мысли, даже если они не направлены мне. И да, ты прав, телепорт сработал, ты вполне в своем уме, но находишься уже не на земле, а на Салангане, на моей родной планете. Так что, в некотором роде, добро пожаловать в гости. Блять. Ну, не расстраивайся так. Ты живой и это хорошо. Ты встретил меня. Это особенно хорошо. Черт, черт. Мальц, успокойся. Кроме прочего, у тебя теперь еще и эта бесноватая умарь в единоличном распоряжении. Неплохая подмога в любой ситуации. Это я тебе как специалист говорю. Стоп, хорош. Отставить панику. Эта зверушка права. Я в дерьме. С этим надо что-то делать. Мне не дали никаких инструкций. Да и чтобы было толку от них на другой планете-то. Впрочем, сейчас опасности вокруг кажется нет, а значит, я могу спокойно осмотреться и подумать о том, что творить дальше. Я сидел на зеленой траве недалеко от узкой речки. По праву от меня сторону, сколько хватало глаз, простирались лиственные леса. Как-то опознать деревья и траву я не мог. Во-первых, не силен в ботанике. Во-вторых, даже моих скудных познаний хватило, чтобы понять, несмотря на цвет листьев и коры, это не земная растительность. Впрочем, раз вода есть, то деревья зеленые, значит, круговорот воды в этом мире функционирует примерно так же, как и на земле. А фотосинцис обеспечивает выделение кислорода в атмосферу. Весьма своевременный вывод, если учесть, что не будь тут кислорода, я бы давно помер. Ладно, жив и на том спасибо, дальше будем разбираться. Так, по порядку, Ханки, я до сих пор не могу сообразить, как мы вообще друг друга понимаем, и мы с тобой легко общаемся, и Лика без проблем разобрала мою речь. О, ты трудный. Я же говорил, что немного порылся у тебя в мозге, пока ты был в отключке. Ну и чуть-чуть модифицировал его. Теперь ты можешь понимать языки любых существ, имеющих хотя бы минимально структурированную речь. Не бойся, эта модификация тебе никак не навредит. Поэтому и Лику ты понимаешь, какая она тебе. У неё это свойство изначально в мозге прописано. Ну а то, что я тебя понимаю, это вообще очевидно. Ведь я одно из умнейших существ во вселенной. Как и любой соланганец. Правда, других тут сейчас нет. Модифицировал мой мозг, но... Самую малость. Для твоего же удобства. Ну и заодно порылся в твоей памяти. В общих чертах изучил кто ты и откуда. Ну чего побледнел опять. Радуйся. Из-за рукожопости учёных твоего мира ты оказался здесь. Без знания языка и путеводной звезды в моём лице ты не протянул бы и нескольких дней. А теперь мы вместе сможем исследовать этот дивный мир. С этой умарьи ты не останешься без еды. Она должна быть хорошей охотницей. Хоть что-то хорошее. Погоди, ты сказал исследовать? Но ты же местный! Я слишком местный. Мои сородичи покинули планету много лет назад. Это называлось Исход Суланганцев. Я остался наблюдать за её развитием без нашего присутствия. Но эволюция дело долгое. Проплутав тут пару столетий я лёг вздремнуть. Спал в длительный сон запрограммировав Нару разбудить меня через сто тысяч лет. Но где-то неудимательно выставил настройки и... Исход Событие произошедшее за несколько миллионов лет до наших дней. С момента зарождения Суланганцы жили на своей планете по мере необходимости надстраивая её небесными этажами. Но однажды правитель Сулангана Верховный Сусел предложил перейти от исследовательских экспедиций которые периодически отправлялись в отдалённые уголки Вселенной к постоянному исследованию. Было принято решение отделить небесные этажи от планеты и превратить их в огромный материнский корабль на котором и предполагалось изучать Вселенную не выходя из дома. Несмотря на грандиозность затеи подготовка исхода заняла считанные месяцы. Приобретя вид подхват... Да. Приобретя вид подхватились и убежали было сделано намного глупостей в общем-то. Например засорение поверхности кристалла Мизири и принято много жестких решений. Недоделанную расу Мария например бросили умирать у порога биолабораторий. Но исход состоялся. Небесные этажи были модифицированы и телепортированы в другой конец звездной системы. Превратившись в огромную искусственную планету новый Саланган по совместительству материнский корабль. сама планета Саланган осталась на прежнем месте. Короче когда я проснулся потому что ты материализовался в моей норе чуть не раздавив меня ты обнаружил что проспал почти 12 миллионов лет. Так что я тоже не в курсе того что тут творится. Но вместе мы можем очень неплохо провести время. Слов нет. Что у тебя вообще за нора такая? И ты сам бессмертный что ли? Да биологически я бессмертен. А нора это ноосферный опорный реабилитационно восстановительный ареал. Считай моя личная база. По запросу отправляет мне в мозг всю нужную информацию о планете. Способна дистанционно регенерировать меня при критичных повреждениях. И даже вернуть к жизни если меня кто-то убьет. А еще там ангар с моим звездолетом и жилое помещение где висят качельки и стоит кроватка. Куда ты и телепортировался буквально навалившись на меня и этим разбудив. Все поднимай свою тушку и попробуй пройтись. Зелирия так называют свою планету зелирийцы. Звезду же они называли заволок. Слово слонган что-то значит только для живущих здесь у Марии и то они зовут так большинство а не планету. Обитают на ней два доминантных вида. Собственно зелирийцы которые биологически очень близки к людям и у Марии люди но с кошачьими чертами из-за болезней взаим взаимной агрессии и других негативных факторов общее население зелирий не превышает 45 миллионов. Также мы можем прочитать немножко про Нару. Нара это обиталище Хамки аббревиатура от ноосферный реабилитационный восстановительный ареал. Изначально это был просто дом расположенный на 33 метрах небесном на 33 на 33 небесном этаже. Черт почему-то я сегодня не в духе. где он жил со своей женой но когда перед исходом он решил остаться на планете Нару основательно модернизировали перенесли в толщу коры Салангана благо телепортер позволял ходить и выходить без проблем снабдили множеством дополнительных модулей жизнеобеспечения и жизневосстановления модуль воскрешения соответственно и защитных систем. Нара постоянно закрыта мощнейшим силовым полем она неуязвима для орбитальных ударов класса ниже планетарный крушитель. По ряду причин в настоящее время функционируют не все системы Нары. Главное отказала система ген... Главное что отказала система генерации пищи что повергла Хамке в такой шок что не будь он бессмертным наверняка наложил бы на себя лапы. Вернется Лика и отправляемся. Мне страсть как интересно начать исследование. Хамке отстань мне надо подумать. Потом подумаешь. Вставай по дороге расскажу если что-то заинтересует. Я поди столько всего интересного проспал. Отстань хоть ненадолго. Вставай. Хамек начинает толкать мою щеку условно это позволит ему задвинуть меня с места. отвали! Я не хамек давай уже. Как же хочется размазать его ближайшее бревно. Хамке пожалуйста дай мне немного времени у меня жутко кружится голова нормально идти я сейчас не могу. Давай я разберу свои вещи а ты пока расскажешь мне то что считаешь важным об этом мире. К этому времени глядишь и Лика с водой вернется. Согласен? А ну что с тобой поделать. Ладно собирайся я подожду. Я поставил хамки на землю подполз ближе к куче собранных ликовещей и начал паковать рюкзак. Вставать пока не решился но все сделать я могу и сидя. Первым в руку попался туго свернутый зимний комплект выданный мне на случай незапланированного переноса в северные широты земли. Лучше бы туда. Теплую одежду оставляй тут. У нас не бывает холодов. орбита планеты оптимизирована. Оптимизирована? Как? Подкрутили траекторию движения вокруг звезды. У нас теперь всегда лето и тепло. Разве что на полюсах чуть прохладнее. Над планетой парит линза распределитель тепла и света, благодаря которой даже там достаточно комфортная температура. Ладно. Поверь ему насчет холодов. Оставлю зимний комплект здесь. Все легче идти будет. Шлем и прибор ночного видения могут пригодиться. Завительная труба тоже штука нужная. Гигиенические принадлежности, спальник, набор сухпайков, аптечка, таблетки для обеззараживания воды. Их тоже выкидывай. Чего? Таблетки эти. Мы извели все болезнетворные бактерии на планете. Хотя оставь. Мало ли что тут могло вывестись пока я спал. Ты опять читаешь мои мысли? Ну да. А по морде? Ты не возражал же? Ты не спрашивал. Нельзя. Я против. Ну как скажешь. Настаивать не буду. Продолжил перебирать рюкзак. Сутниковый телефон, термобелье. Ни на что не надеясь проверил связь. Отсутствует. Логично раз хамки скорчил сердитую рожу. Но промолчал. Хамки, мы же договаривались. Нахохливший шерстивый колобок принялся демонстративно любоваться небом. Вот же скотина фиолетовая. Упс. Налка назад. Хамки, раз ты такой умный и технически подкованный, сможешь отправить меня домой? Не то чтобы мне тут не нравилось, но как-то не уютно все же. ноль эмоций видимо и впрямь перестал ковыряться у меня в мозгах. Упаковал в рюкзак остальные вещи, вернулся на пояс оружия, тактический нож на месте, пистолет тоже, запасные магазины, ага, вот они. Учитывая, сколь миролюбивые тут обитатели, это все пригодится с очень высокой вероятностью. Это не радует. Стоп, а что если нет, не могу. Нет ни оборудования, ни самое главное нужных сведений. Тех данных о Земле и окружающем космосе, что я успел подчерпнуть из твоей черепной коробки, достаточно только для того, чтобы понять, я не знаком с той частью вселенной. А если пытаться искать Землю по ее общим параметрам, то под них подходит много тысяч планет в сотнях звездных систем. Без знания координат Земли в Солонганской системе отчета, нельзя было бы совершить скачок на нашем оборудовании и даже быть у нас к нему доступ. А мы можем использовать твой звездолет? Ты? Нет. Макс, посмотри на меня и подумай. Мой корабль размером с твой рюкзак. Я думал, что он большой. Ну, спросить стоило. Ладно, может оно и к лучшему, что я оказался здесь. Не знаю, много ли ты у меня в мозгах накопать сумел, но не скажу, что слишком уж хочу вернуться. Хотел бы, вообще не полез бы в телепорт. Ханки покосился на меня, но промолчал. Несколько минут мы сидели молча, потом я осторожно встал и тряхнул головой. Силы еще не восстановились, но поддержание тела в вертикальном положении уже не было чем-то невозможным. Готов наконец? Да. Я вернулась. Сия улыбкой Лика кинулась на кожаный бурдюк. Лика кинула на кожаный бурдюк с водой, что держала в руках. Кажется, ей прям доставляет удовольствие выполнять мои приказы. Лика вытащила из кустов маленькую сумку и нацепила на пояс сзади. Я надел рюкзак, но не успел сделать и шага, как Ханки в несколько прыжков уже успел сесть ко мне на плечо, полюхнулся на попу и приложив левую лапку к глазам на манер козырька, правый вытянул вперед. Туда, не знаю почему, но туда. По крайней мере с этим мохнутым идиотом тут будет не скучно. Макс, а куда мы пойдем? Может быть, я знаю короткую дорогу? Так, это и впрямь хороший вопрос. Я понятия не имею, где нахожусь. И что делать дальше? Лика и Ханки в любом случае должны знать об этом месте хоть что-то. Но они ж оба ненормальные. Зато Лика все-таки местная, а у Ханки могут быть сведения из этой его норы. выбор невелик. Надо спросить совет у одного из них. Так, спросить у Ханки, у Лики, у Ханки, у Лики сохранится для начала. Давайте спросим у Ханки и посмотрим, что скажет нам он. А потом спросим у Лики. Ханки, раз ты тут у нас главный эксперт, что посоветуешь насчет направления? Ответ туда не прокатит. Нам нужна цель. И желательно адекватная. Я не хочу прочувствовать планету просто так для интереса. И все же не безнадежен, раз решил спрашивать совета у меня. Это радует. И у меня даже есть мысли насчет направлений и цели. Нам стоит добраться до территории, где живут Умари. По дороге немного посмотрим мира, а по итогу убьем двух зайцев. Ты сможешь неплохо пристроиться там в качестве моего посланника. А я получу доступ к их знаниям о планете и самим Умари самостоятельно, без использования возможностей на рынке. Не спеша изучу их эволюцию, историю и жизнь. А потом пойду дальше исследовать планету. Ты сможешь со мной пойти, если не сдохнешь, конечно. С чего бы мне сдыхать-то? Ну, на долговечного ты не похож. Это как? На детальное ручное изучение Умари и их истории мне понадобится лет 50. А ты в 72 вряд ли будешь в хорошей форме для начала нового путешествия. Если, конечно, я верно прочел твой ДНК-код. Так что дойдем до Умари, немного у них покуролесим, потом ты в гроб, а я в путь. Классно придумал. Мра! Вот сучонок! Ведь возразить нечего. Терпимо, скажем так. В любом случае у меня нет более светлых идей, так что я согласен. Еще бы ты не согласился. С твоим интеллектом только моими советами и спасаться. Хамки, какого черта ты постоянно зовешь меня тупым? Ну, у тебя нет псионных способностей, но ты меня видишь. То есть, в целом, ты, конечно, разумное существо, в отличие от местных. Но чтобы я признал наличие у тебя полнофункционального разума, тебе придется постараться. Делать мне больше нечего, как выпендриваться перед хомяком, которого никто даже не видит. Я не хомяк! А я не идиот! Аргумент. Хамкин, как охулился, но все же замолчал. Лишь кривнув вперед, мол, идем уже. Итак, загрузимся и посмотрим, что же там интересного. Скажет нам Лика. Лика! Да! Интересно, этот дикий восторг в ее глазах при взгляде на меня долго продлится? Раз она относится ко мне с таким благоговением, полагая, что стоит быть с ней максимально мягким. Если она была готова принять смерть из-за нападения, то где гарантия, что не психонет из-за какой-нибудь мелочи? Я плохо ориентируюсь здесь, точнее, вообще не имею ни малейшего представления, куда нам идти и что делать. И хамки тоже хочу заметить. Это мохнатое божество еще толком глаза после спячки не продрало. Поэтому я хочу узнать, что ты думаешь насчет того, куда нам можно отправиться, чтобы я мог хоть как-то начать приживаться здесь. А хамки мог получить новые сведения об этом мире. Я... Я не могу советовать тебе. И тем более хамки. Я не достойна такой чести. Лика, не волнуйся. Мы доверяем тебе. Пожалуйста, выскажи свое видение ситуации. Как пожелаешь, Макс. Сейчас мы находимся неподалеку от границы Диких Земель. Пожалуй, одно из самых опасных мест на Зелирии. А то я не заметил. Отсюда надо уходить. И лучше всего в теократию Мари. Туда, откуда я родом. Мы многие тысячелетия ждали явления Салангана Хамки. И сейчас, когда вы явились, ваше место там в почтении и роскоши. Уверена, теперь проклятие падет. И ведомые самим Саланганом мы сможем воцариться на Зелирии, вернув ему единоличное правление всем миром, как и было в древности. Саланган Хамки? Но Сала... Макс, ты тупой. Хамки мое имя, и они это знают. А Саланган считают не названием планеты, а моим титулом. Типа, божества, короче. Как бы там ни было, в ее словах есть смысл. По крайней мере, в дороге мы немного изучим ситуацию вокруг. А тебе на троне верховного жреца всяко приятнее будет сидеть, чем где-нибудь под кустом. Лика, ты умница. Это замечательная идея. Более того, именно так мы и поступим. На будущее запомни, если у тебя возникнут толковые идеи или мысли, сразу сообщай их мне. Я поняла. Я буду стараться и стану тебе незаменимой советчицей. Ага, заменит тебя мозг. Это будет несложно. Хамки, какого черта ты постоянно зовешь меня тупым? Ну, у тебя нет псионных способностей, но ты меня видишь. То есть, в целом, ты, конечно, разумное существо, в отличие от местных. Но чтобы я признал наличие у тебя полнофункционального разума, тебе придется постараться. Делать мне больше нечего, как выпендриваться перед хомяком, которого никто даже не видит. Я не хомяк. А я не идиот. Аргумент. Хамки нахолклисы, ну, все же замолчал Лишки. Ну, вперед, мол, идем уже. Некоторое время мы шли молча, но долго это явно продолжаться не могло. Судя по лицам моих спутников, обоих так и распирало желание что-то сказать. Первым, разумеется, прорвало хамки. Макс, спроси, ой, понимай, какая нахрен Зелирия? Они это что, планеты так переименовали? Изверги! Лика, ты называла меня Зелирийцем. Что ты имела в виду? Так называется эта страна? Так называется этот мир. Вся планета. Стран, кроме теократии у Марии, всего три. Там и обитают Зелирийцы. Они похожи на тебя. Наш путь будет лежать через их территорию. Но это не страшно. Я смогу защитить тебя. А хамки, полагаю, не нуждается во мне. Ведь он Саланган. Скорее, потому что он никому не нужен. Впрочем, примерно понятно. Итак, небольшая запись. Ага. Так. Зелирийцы, бывшие приматы, изначально почти ничем не отличались от земли. Гомодрилов. За прошедшие миллионы лет эволюционировали до уровня близкого к людям. Биологические от людей также почти не отличаются. С той лишь разницей, что не воспринимают объекты сильными псионными фонами. Ни за чего не видят псионика хамки, поскольку являются расы потомком, сохранили генетическую способность воспринимать структурированную речь других существ. Проще говоря, они тоже понимают и меня, и даже Лику. Громкое урчание в животе напомнило о том, что последний раз я ел еще на земле перед отправлением. Макс, ты голоден? Я могу попробовать быстро поймать месюка или ягула. Хотя здесь проще изловить одного из этих приматов. Как те, что напали на тебя. Они часто бродят на окраинах леса в поисках заблудившихся путников или кочевых торговцев. И они ничего так на вкус съедобные. Немножко о том, кто здесь живет помимо. Приматы. Откуда имена не появились никто не знает. Возможно генетический код небольшой партии экспериментальных у Марии был некорректно модифицирован. Отчего получившиеся существа утратили физическую силу у Марии и потеряли с ними внешнее сходство. Часть из них его иниционировали в зелерийцев. Часть так и осталась недоразвитыми. Ну как те, что на нас напали. Мясюк живая мясная булочка. Те саланганцы, которые не любили кальмаров, а любили мясо. И древнее существо, чье биологическое название кануло в лету, на свою беду обладало вкусным мясом, хоть и было покрыто толстым слоем хитина. Несколько сотен неудачных несчастная зверюга превратилась в метровый колобок с восьмью ногами. Некоторые утверждали, что правые ноги вкуснее, но это заблуждение. Попутно лишившись брони и став гермафродитом с крайне высокой способностью к самокопированию, до исхода мясюки жили на фермах, а после него успевшие сделать ноги особи, так и остались бегать по зелерии, чем и занимаются опасения. Генетически стабильные, как и другие продукты генной инженерии, они много миллионов лет живут, ничуть не изменяясь и продолжая радовать своим мясом тех, кому все удается догнать их или подстрелить. Кроме хамки, изменение спектра освещенности после исхода привели к незначительным мутациям, не изменив внешности или прочей биохарактеристики мясюков, но сделали их плотность токсичной для салонганцев. Вот такие дела, поэтому хамки их уж не может. Югул крупная рогатая гусеница, вернее очень крупная. Взрослые особи, если их не съели раньше, вырастают до полутора метров в длину и достигают веса в центнер. Их толстое тело покрыто желтыми пластинками, щетинками, они щитки такие, а головам закрыта короной ветвистых рогов. К своему несчастью, югулы весьма медлительные и съедобные собственно, поэтому их популяция невелика. Сохранились они только в диких землях и на границах с ними. Хоть там и много дикарей, плотность населения в целом очень низкая, что позволяет гусеницам выживать и размножаться. Няса гусеница хоть и не слишком вкусная, зато весьма питательная, а рога высоко ценятся шаманами племен приматов. Вот такие вот пироги. Меня перезернуло, не только они тут людоеды похоже. Не стоит, у меня есть с собой еда. Уже вечереет, думаю будет лучше если мы сейчас поедим и ляжем отдыхать. Я после теле короче спать охота. Макс, ты дрыхнуть тут собрался? Давай поедим и пойдем дальше. Дойдем до теократии у Мари там и вздремнешь. Лика, сколько идти до твоего дома? Если не сильно спешить, дней за шесть-семь доберемся. Спасибо. Хамки, мы будем устраивать привалы. А, да, тебе же спать надо. Тебя это удивляет? Нет, ты ведь недоразвитый. Вот мне не требуется ни сон, ни воздух, ни вода, ни еда. Вернее, все это идет мне на пользу, но оно не обязательно. Не обращая внимания на его ворчание свернул к ближайшему раскидистому дереву чем-то напоминавшему сосну с огромной короной. Думаю, здесь мы можем расположиться на ужин и ночлег. Уже начинает темнеть. Да, примерно через час станет темно, но не переживай, я отлично вижу даже в темноте. Макс, если ты сейчас скажешь, что не имеешь способности к ночному зрению, я буду считать тебя еще более бесполезным, чем раньше. Хомяк, высохни. Уже, то есть я не хомяк. Кажется, она щупала еще одно его слабое место, только не до конца понял, какое именно. Тем временем, Лика извлекла из своей сумки белую тряпку и, аккуратно расстелив ее неподалеку от ствола дерева, положила туда бурдюк с водой, затем достала небольшой северток из листьев, в котором оказались круглые лепешки. На слове мяско она хищно улыбнулась и облизнувшись. Надеюсь, речь правда об охоте этим мяском не стану я. Не волнуйся, у меня тоже есть кое-что. Я поставил рюкзак на землю, достал из него два сухпайка. Если Лика в самом деле собиралась меня кормить, то экономить их резоны немного. Мы с Ликой сели на траву, прислонившись к толстому стволу дерева. Ну, приятного аппетита. Я протянул руку к своему пайку, а Лика даже не шелохнулась. Что-то не так? Кушай, нам обоим тут хватит. Мне правда можно притронуться к еде в твоем присутствии? Она смотрела на меня слегка напугана. Ну, да, ты ведь тоже голодна, наверное. Но есть присутствие посланника Салангана. Достойна ли я? Колка пошутить? Какую же чушь она несет? Конечно, нет. Спрячься за дерево и сиди там, пока я не поем. Не успела это говорить, Лику как ветром сдуло. Что за человек? Совсем шуток не понимает. А, да, она же не человек. Лика, да я ж пошутил. Выходи, садись рядом, вместе поедим. Все нормально, не волнуйся. Она медленно вышла из-за дерева и молча вновь села рядом со мной. Я кивнул на накрытую скатерть. Ешь! Лика была еще заметно напряжена, но все что протянула руку и взяла репешку, осторожно начала жевать, опустив глаза и лишь изредка украдкой поглядывая на меня. Колка пошутить, а ответить ласково. Ну давайте мы ей наверное ответим ласково. Все же она нас кормит в том числе. Я сперва хотел сострить, но вовремя прикусил язык. Шутки она явно не поймет. Пришлось отвечать аккуратно, подбирая слова. Конечно, ты этого достойна. Ты поклялась служить мне, а я не могу позволить своей верной служанке и спутнице остаться голодной. Нас ждет долгая дорога и ты должна быть готова к ней. И ради меня, и ради себя. Мне не нужны напрасные жертвы. Кушай. Лика была еще заметно напряжена, но все же протянула руку и взяв лепешку осторожно начала жевать. Опустив глаза и лишь изредка украдкой поглядывая на меня. Эээ, Макс? Ну, это уже интереснее. Что, о фиолетово задай, неужто пожрать захотел? Нет, что ты, я вполне могу обходиться без еды. Но, знаешь, нора просканировала планету. Все местные виды, даже мисюки, которые, по идее, были предназначены для нашего питания. Короче, они как-то мутировали. Ну и? Ну, они изменились. Тут все изменилось. Вроде и не сильно, но оно теперь для меня токсично. Раньше я мог сожрать все, что растет на Салангане или бегает по нему. Но теперь мне совсем ничего есть. Поп, смотрите на эти глазки. Не ты ли орал, что можешь обходиться без еды? Могу, но она вкусная и очень полезна для меня. У меня во рту и крошки не было больше 12 миллионов лет. Макс, на раз казалось, что тебе подойдет любая местная пища, а твои сухпайки пригодны в пищу мне. Дай кусочек, а? Побольше, если можно. Ну, пожалуйста. Не смогу держаться от смеха, видела бы сейчас его лихо. Этого несчастного голодающего, вся его вера в великого Салангана улетучилась бы за долю секунды. Ты слишком много издевался надо мной. Иди вон, кору поголодай, грызун. Отказать. А не пойти ли тебе куда подальше? Меньше издеваться надо мной надо было. Раз можешь без еды обойтись, не вижу смысла ее на тебя тратить. Хамки что-то пробурчал, и отошел от нас, усевшись рядом с рюкзаком. Ты слишком много издевался надо мной, иди вон, кору поголодай, грызун. Отказать. Ладно, угости ему, сволочь ты пушистая, то недоразвитым назовешь. А теперь вот, жратву клянчишь. Что с тобой поделать, горе фиолетовое? Распаковал один боек и аккуратно разложил его перед ликой. Бедная девушка от такой заботы буквально застыла с недонесенной до рта лепешкой. Лицо приобрело сходство со спелым помидором. Тем временем я вскрыл второй боек и, упорив банку консервов, поставил ее перед хамки. Жри, голодающий, может, подобреешь? Глаза хамки округлились, передние лапки затряслились, а рот рефлекторно приоткрылся. Неда! Непроизвольно скользнувшая по лицу ладонь не дала мне увидеть момент, когда этот всемогущий салангальниц буквально нырнул в банк с тушенкой, оглашая округом округу громким чавканьем и, если мне не показалось, радостным ругательствами. Видимо, его псифон блокирует и производимые им звуки, ибо лика даже ухом не повезла. Хамки, ты ужасен. Я понял. Большое спасибо, да? Угу. Покачав головой, я принес за свой ужин. Увидев, что лика едва шевелит челюстями, я погладил ее по голове и улыбнулся. Кушай, кушай, не стесняйся. Или мне показалось, или я хвост затрогнула, а спина покрылась мурашками. Вот уж точно, девушка-кошка. Когда мы поужинаем, Лика собрала оставшиеся лепешки обратно в поясную сумку. Туда же аккуратно упаковала нашу скатерть. Идеальная форма жизни, по мнению Хамки, не нуждающаяся во сне и еде, тем временем сладко сопела и иногда дергала задней лапкой, полностью заняв с собой вылизанную до блеска банку. Я раскатал спальный мешок, а Лики протянул туго свернутый коврик из вспененного пластика. Как бы ни было приятно признавать в этом, она к этому климату явно привычнее меня. Раз путешествует налегке, и если ночью тут холодно дает, то я замерзну быстрее, чем она. Хотя Хамки что-то говорил про оптимизированную орбиту. Ладно, скоро увидим. Это мне? Что с этим делать? Коврик, чтобы ты не спала на голой земле. О, не беспокойся, я буду спать на ветке этого дерева. Сверху мне проще будет заметить врага, а сплю я очень чутко. Но большое спасибо за заботу, Макс. Пожалуй, она только что ответила на все мои мысли насчет того, насколько безопасно ночевать в лесу, когда вокруг шныряют людоеды. Была даже идея спать по очереди, но в этом, похоже, нет смысла. Хорошо, тогда я размещусь прямо тут, а ты уже на дерево лезь. Поправив спальник, я поставил рядом с ним рюкзак и там же разместил жестяну жестянку с дрыхнущим Хамки. Закончив приготовление спального места, я дошел до воды, благо мы двигались все это время вдоль реки. Умылся, не вернувшись назад, обратил внимание на предметы аккуратно сложенные возле моего рюкзака. Это была одежда Лики. Медленно поднял глаза и... Совершенно голая Лика стояла чуть поодали, сладко потягивалась. Эм... Макс? Лика удивленно посмотрела на меня, не уловив, кажется, причины моего остолбенения. Полного остолбенения. Со мной что-то не так? Она покрутилась, осматривая себя, штаны резко стали мне малы. Ээээээээнс, ты голой спать будешь? Конечно! Ящерицы иногда прямо в лифчик заползают! Такая мерзость! Со мной точно все в порядке? Ты так удивленно смотришь на меня? Эм, да, с тобой все отлично, прям совсем, очень Че я несу? Спасибо, Макс Эм, пожалуйста, то есть я хотел сказать, спокойной ночи Кажется, она не видит многотей, ничего постыдного В общем-то, для нее она естественна, но я точно раздеваться не буду Спокойной ночи, Макс Так, залез в спальник и отвернулся Казарменная жизнь накладывает некоторые отпечатки, но такой красоты я давно не видел Лена, моя бывшая, с ней рядом не стояла Закрыл глаза и расслабился Да уж, сегодняшний день не порадовал Не боец элитник, а тряпка хватная Ничего, отосплюсь и в норму приду Хотя после всего случившегося быстро уснуть я точно не смогу Ну что ж, дорогие друзья, ну сегодня, наверное, все А проснемся мы уже, скорее всего, завтра Всем приятных снов Спасибо, что посмотрели Приходите и увидите продолжение Пока-пока Продолжение следует... Продолжение следует...